Будущее за информационными технологиями и любую литературу сейчас можно найти в интернете. Вот только так думают не все. Жительница Алла Гира Нелли Хосроева считает, что ничто не заменит обычные книги. Женщина пытается сохранить культуру бумажного чтения. У себя дома она открыла полноценную библиотеку. В импровизированном читальном зале можно найти как художественную, так и научную литературу. Пользуется ли библиотека популярностью среди местных жителей, выясняла Алана Томаева. Во дворе дома Нелли Хосроева не бывает тихо. Здесь всегда много детей. Жительница Алла Гира расположила в своем доме летнюю библиотеку. Женщина признается, такая идея появилась совершенно спонтанно. Ее сын прислал детские книги из Москвы, в шутку предложив открыть дома библиотеку. Нелли Хосроева признается, такая мечта была у нее давно, поэтому решила действовать. Посоветовали с соседями, им идея понравилась. Жители улицы даже организовали торжественное открытие с красной ленточкой и литературными чтениями. И вот уже месяц летняя библиотека Нелли Хосроева собирает детей и взрослых. Здесь все как в настоящей библиотеке. Выбираешь книгу, которую хочешь прочесть и записываешься у библиотекаря. С одной только разницей. Четкого срока сдачи нет, однако лучше не затягивать, потому что желающих ее прочесть будет много. Спрос действительно большой. Хоть книг и не так много, очереди на них уже есть. Ребята с интересом изучают библиотеку и, прочитав очередную книжку, советуют ее друзьям. Здесь есть разные книги на любой возраст для взрослых и детей. Я прочитала несколько книг за лето, и все они мне очень понравились. Все они были очень интересные. Женщина говорит, ни в коем случае не собирается конкурировать с местными библиотеками. Их здесь две. Наоборот, заверяют, что все они друг друга дополняют. Ведь цель у них одна – привить детям интерес к чтению и развить их мышление. В планах расширить летнюю библиотеку и разнообразить ее осетинской литературой. В своей библиотеке есть у меня книги осетинских авторов. И уже для старшего поколения. Но это будет уже потом. Но они будут. Закрытие летней библиотеки в Аллагире планируют 31 августа. Все так же торжественно и с культурной программой. Ну а дальше будут думать, как сделать свою небольшую, но от этого не менее значимую библиотеку еще полезнее и интереснее. Алана Тумаева, Батербек Макиев, Новости Осетии.